Здравствуйте! Это программа «Наше время». С вами Илья Кочетков. Почти год назад специалисты Краевого отделения Русского географического общества совместно с волонтерами приступили к необычному проекту. Они стали чистить скалы Алтайского края от вандальных надписей. Наподобие здесь был Вася. О трудностях и достижениях проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая» поговорим с его руководителем Валентином Смирновым. Здравствуйте! Здравствуйте! Валентин, вкратце, как начался этот проект? Ну, как уже упомянули, программа стартовала в прошлом году. Инициаторами этой программы была администрация Алтайского края и Министерство природных ресурсов и экологии нашего региона. Программа стартовалась с сентября прошлого года. Сейчас мы уже приближаемся к ее завершению. И буквально в течение месяца где-то уже будут финальные результаты представлены по ней. Вы когда приступали год назад к работе, каков был масштаб бедствия? Сколько по площади, где именно скал предстояло очистить? Ну, так как эта работа выполнялась в рамках гранта, то есть у нас есть на самом деле определенно поставленная задача. Это 3000 квадратных метров. Эти цифры были получены в рамках мониторинга, который проводило Министерство природных ресурсов и экологии. На самом деле получилось немножко больше, потому что в ту или иную сторону, естественно, ошибки были. Мы производим как бы измерения после выполнения каждого участка. Ну, вот объемы на данный момент, которые выполнены, это порядка где-то 3200 квадратных метров. Это даже больше, да? А в каких районах? А это фактически вот все районы, которые предгорные, то есть районы. Основные, конечно, работы проходили в наиболее популярных с точки зрения туризма и посещения гостями и жителями нашего региона. То есть это Змейногорский район, это Алтайские и Красногорские районы, Смоленский район, Краснощоковский, Куринский. Ну, фактически все районы, которые вот так или иначе вот может быть затронуты туристическими потоками и не только. Как вы чистили скалы, с какими трудностями столкнулись? Ну, знаете, здесь получилось достаточно интересно. Мы когда начинали этот проект, в общем, у нас было общее представление о подобных работах. Тем более, что опыт уже такой имеется, да? Не только у нас. Но в результате оказалось, что мы столкнулись с рядом технических сложностей. Прежде всего, это, конечно, собственно, сами выполнения работы. Во-первых, это применение различных альпинистских техник, то есть скалолазание. То есть пришлось даже где-то по месту уже придумывать какие-то технологические приемы, потому что, ну, вот эти работы, они оказались сопряжены с разным риском, в том числе. То, что это приходилось работать на, отчасти на техногенных каких-то выступах скальных. Не только это природные же объекты были, но и техногенные, где риски осыпания, там, какие-то вот такие вот близости к дороге, например, проведения работ. То есть приходилось применять какие-то меры. Поэтому, в общем, работы, на самом деле, получились достаточно технологически сложные. А в плане, как мы работали, ну, в общем, в основном это использование механических средств зачистки, потому что химические методы, мы отказались от них сразу. Есть еще, как бы, такой метод, это закрашивание, но этот метод был отвергнут, как бы, еще на стадии даже разработки первоначальных планов работ, потому что, ну, есть опыт, скажем, в республике Алтая. То есть такие работы проводились. С нашей точки зрения, это не очень эстетично все-таки получается. То есть щетка специальностичная? Да, это щетки и специальные абразивные диски различного типа, то есть с алмазными, с алмазным напылением, потому что, в зависимости, на самом деле, тип инструмента, он подбирался в зависимости от типа породы. То есть в одних районах это была одна, то есть одни виды инструментов, в других это другие. Где-то еще в России, в мире подобные проекты реализовывались и в таких ли масштабах, как у нас? Да, конечно, то есть мы не, тут мы абсолютно не пионеры. Я должен сказать, что, ну вот, сразу скажу, что вот масштабность работ, конечно, в этом смысле мы первые. То есть в этом смысле Алтайский край такой пионерный регион, потому что вот чтобы таким достаточно масштабными, масштабные работы в рамках какой-то бюджетных средств, то есть, например, да, то есть, а, грант выполнялся на средства, то есть грант это бюджетные средства, это, конечно, впервые. И опыт такой достаточно в России есть, то есть, ну, наверное, я могу привести самый такой обширный, это в Якутии ленские столбы, то есть это особо охраняемая природная территория. Там в этом же, тоже в этом году и в прошлом проводились большие работы. Там своя специфика, то есть труднодоступность и высоты другие немножко. Там работали альпинисты в основном, то есть это Федерация альпинизма Якутии работала. Должен отметить, что тоже там принимали участие наши коллеги из Якутского отделения Русского географического общества. Работы там будут продолжаться, потому что тоже очень большой поверхность имеет вот повреждение. Ну, как я упоминал, в республике Алтай работы подобные проводились. Они там, они осложняются в республике немножко другой проблемой, что если в Алтайском крае, например, мы не сталкиваемся с археологическими или политологическими какими-то вещами, то там есть проблемы от археологии, то есть нужно отслеживать, какие поверхности уже подбирать инструменты, собственно, как обрабатывать, а может, можно где-то даже обрабатывать и нельзя, потому что иначе будет утеряно, скажем, какие-то... Ну, вот Алтайский край, все, без надписей теперь вандальных. Нет, не скажу, конечно. Программа затронула, ну, я думаю, что мы, скажем так, провели, у нас мы используем термин реабилитация. То есть реабилитировали вот в рамках вот этих 3000 метров, это сюда попали в основном ключевые участки туристические, то есть наиболее точки сосредоточения туристических потоков и транзитные коридоры, то есть это трасса, это Чуйский тракт, вот то, что основной поток идет до границы, естественно, с республикой, и основные ключевые дороги, подъездные вот ключевым местам, то есть это Змеиногорский район, Краснощоковский район, Алтайский, Смоленский. То есть, возможно, будете продолжать, если будет еще такая возможность. Да, конечно, такие планы есть, то есть мы будем, сейчас, когда мы уже сделаем, подведем итоги, поймем, что же на самом деле получилось окончательно, мы, конечно, будем думать, как этот проект развивать дальше. Почистили, приезжаете, скалы чистыми остаются, либо уже опять в Асе там все написали? Ну, вот, увы, нет, к сожалению. Вот могу, как сказать, последний пример привести, мы вот буквально только что вернулись из Белокурихи, как раз в рамках мониторинга уже проведенных работ, туда ездили, и работы там проводились в начале июня месяца. То есть сейчас мы столкнулись с тем, что на части участков повторное нанесение надписи, причем можно так даже, как в шутку сказать, зловредные такие, потому что вот одна из надписей прямо, ну, честно говоря, вызвала возмущение, потому что прямо под подъемником, на одной из скал была надпись, там, фамилия семьи и год посещения. И вот мы ее убрали, эту надпись, а сейчас она появилась снова, только добавили 2018 год. Ну, надпись, конечно, мы убрали, материал фотографический передали в местную администрацию, может быть, возможно, они попробуют разобраться, потому что кто же это все-таки так вот наносит с такой регулярностью. Это вопрос воспитания, и это дело не одного года. Ну, вот скажите, обычный неравнодушный человек увидит, что кто-то там молюет такое на скале нехорошее, что он может сделать вот в этой ситуации? Ну, знаете, здесь вопрос очень сложный на самом деле, потому что, конечно, юридические вопросы мы тоже прорабатывали и думаем как бы над этим. К сожалению, вот действующее законодательство, ну, слабо, скажем, может какие-то вот предъявить какие-то вещи, то есть вот таким любителям живописи. В лучшем случае, если это на такие надписи наносится на архитектурные объекты, или это природные, памятники природы, то здесь еще какие-то можно говорить о каких-то санкциях административных. К сожалению, если это вот просто какие-то скальные выходы вдоль дороги, или просто где-то вот в горах, то, к сожалению, здесь это вопрос больше этический, конечно, внутреннего баланса, внутреннего как бы вот миропонимания, взаимоотношения с природой. Я так считаю, что здесь, конечно, вопрос это вопрос воспитания, и в большей степени, наверное, здесь нужно работать с детьми, наверное, чтобы они просто понимали. Я думаю, что через детей здесь как раз большая мотивация может произойти, что... Удачи вам в вашем нелегком деле. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. Я напоминаю, что у нас в гостях был Валентин Смирнов, руководитель проекта «Чистые скалы. Достояние Алтая». С вами был Илья Кочетков. Программа «Наше время». Увидимся.